Из новостей интернета переходим к новостям местным, да? Да, к новостям местным. Каждую неделю, я так поняла, каждую неделю каждый ведущий в нашем прекрасном аккаунте «Новое утро» в Инстаграме будет создаваться пост. Вы можете написать ваши вопросы ведущему, а ведущий, соответственно, на эти вопросы ответит в прямом эфире. Начали с меня. А кто это придумал? Ну как, я думаю, что коллегиально решили. Редакционное задание, так и запишем. А неужели нельзя задать вопрос мне лично, я отвечу? На твоей странице, например? Ну, мне в сообщении, например. Ну, можно, но видишь, есть же такие вопросы, которые, например, ну, как сказать, они, если тебе в личное напишут, ты такое можешь сказать, ну, это некорректный вопрос. Ну, вот, например, один из таких, я с него и начну. Миха пишет, Миха Тута называется его Инстаграм, уж не знаю, как его зовут на самом деле, наверное, Михаил. Вот он, например, спрашивает, какой точный вес, точный, понимаешь? Михаил, специально для вас сегодня утром я встал на весы. У меня было 69 800. Вечеру будет больше. А что тут некорректного в этом вопросе? Возможно, потом будет меньше. Но я считаю, что, кстати, Миха, вы не задали самый главный вопрос, если же спрашиваете про вес, еще и рост надо уточнять. Он у меня метр восемьдесят один. А относительно возраста, мне 36 лет, 10 месяцев, где-то 21 день получается. Ну, через месяц, в общем, 37. Женя любит точность, да? Это Миха любит точность. Все. Я для него старалась. Поехали дальше. Какие вопросы еще? Есть вопросы, но два вопроса я бы, наверное, объединила в один. Один из них, это если не астрология, психология, то что? А другой, если не ТВК, то что? И, соответственно, почему я их объединяю в один? Потому что, ну, по большому счету, это как раз таких два направления, которые, вот если не одно, то точно второе. Потому что я очень любила, до сих пор люблю продюсерскую работу. Так, а сюда они, ты ответы не пишешь, что ли? Нет, в том-то и суть, что я их отвечаю в прямом эфире. Все написали и ждут, когда в понедельник я на них отвечу. Вот, поэтому, да, если не ТВК, то где бы вы работали, соответственно, я работаю, я консультирую как психолог, а как астролог, а если не астролог, а не психолог, ну, просто, кто на меня подписан... Кто работаю на ТВК, да? Кто работаю на ТВК, да, кто на меня подписан, тот знает, что у меня еще юридическое образование, я пять лет работала юристом, и вот это точно то, чего мне бы не хотелось больше в своей жизни. В общем, клатный человек, ты понимаешь, в чем дело, Таня? Ну? А ты этого раньше не замечала? По любому вопросу к Евгении. В принципе, да. Да. Какие еще вопросы? Вы, Евгения, вы оставили свою девичью фамилию. Почему? Нет, у меня фамилия мужа в паспорте во всех официальных документах. Просто не принято на экране, ну, и, соответственно, как бы, условно говоря, экран диктует и социальные сети, менять фамилию. Потому как... И, кстати, это была забавная история. Много лет назад, когда я писала заявление на отпуск Ирине Кузнецовой, которая тоже другая фамилия в паспорте, и я писала, ну, приложи, точнее, писала ее фамилию, свою фамилию, а на бумажке прикладывала в отдел кадров Кузнецовой от Головиной. А дальше шли две разные фамилии. Ну, вот так, да. Кстати, а... Интересные истории. Да, вот так, я помню, это было очень забавно. Так, общаетесь ли вы с другими ведущими вне работы? Конечно же, нет. Ну, почему же нет? А с кем ты общаешься? Я из... Мы очень хорошо общаемся с Катей Кошульчик. И если брать из тех, кто сейчас уже не работает... По кабакам ходите? С Ромой Богдановым. Или, не знаю, встречаетесь где-то в скверах? Ну, какие сейчас кабаки, все закрыто дома. Дома иногда бывает собираемся. Ну, очень-очень редко, но не собирались, да. Так, еще тут был вопрос. Ваше любимое блюдо, и наоборот, что вы терпеть не можете и не станете есть? Лук. Мама смеется, что я до сих пор еще не выросла, но я не ем лук вообще ни в каком виде, ни в жареном, ни в вареном. И если даже я вот в кафе заказываю какое-то блюдо, где есть лук, и его не могут приготовить без лука, то я его вот как в детстве вот так вот вилочкой накраюшек тарелки. Выковыриваешься, боже мой. Ладно, давай дальше, надо успеть побольше вопросиков. Так, есть еще вопрос. Так, 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 так. Какие у вас отношения в семье? Прекрасные, не знаю, как ответить еще. Хорошие у меня отношения. Сдержанные. У всех со всеми. Как вам удалось навести такие теплые дружеские отношения с детьми мужа? Аж вот тут два лайка есть. Соседка пишет, наверное. Не знаю. Не знаю все тонкости в жизни. У меня муж уже был к тому моменту, когда мы с ним начали встречаться в разводе, и то есть как бы я не была там ни в коем случае причиной того, чтобы ко мне кто-то плохо относился. Поэтому я изначально, у меня с ними не было плохих отношений, чтобы наводить хорошее. Ну ты что? Это интересный момент. Я упустил это из жизни Евгении. Мы не знаем точно так ли это. Ну да ладно. Точно так. Ну вот поэтому у меня с ними изначально сложились хорошие, мне не пришлось как-то. И потом я вообще всегда считаю, что отношение ребенка и взрослого полностью зависит от взрослого. Потому что, ну дети же, что? Ну понятно. Не знаю, как Таня, по мне так забава какая-то такая, сомнительная. Вопросы и ответы, если кому что надо, можно всегда написать и спросить лично. Ну как делает, например, Таня, отвечая на вопросы тех, кто ей отправляет их? Ну посмотрим. Ну Таня ждет такая же, так сказать, такая же пятиминутка, я так думаю, в скором времени. И тебя тоже. Да, но я выберу те вопросы, на которые хочу отвечать. Они все подряд. Это мое право. Вот и все. Поэтому смысл этой забавы сомнителен. И все-таки, дорогие друзья, следите за нашим инстаграмм, аккаунтом, потому что там будут появляться периодически наши фотографии. И под ними вы можете писать любые вопросы, ответы, на которые вас особенно интересуют. А мы постараемся вот такие вот пятиминутки в нашем эфире отвечать. Продолжаем.